здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков а я врач фитотерапия диетолог натуропат борис скачков автор более тысячи опубликованных видео в интернете автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть книг заказать и купить через интернет можно в том числе и электронные книги а сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже раскрыть еще некоторые особенности как правильно лечиться чтобы вылечиться и жизнь без болезней тему этого видео подсказал мне один в сдачник который упрекнул меня в том что я злой доктор скачковым про так не сказал но запретил в сдачникам радость пить кофе такое видео про лечение веет и суисто дистонии пить или не пить кофе есть на моем канале я его там обосновал почему именно так они по-другому но я задумался и решил написать еще одно видео все-таки кофе в некоторых случаях пить можно нужно эти случаи знали у меня есть одна моя пациентка которую я наблюдаю уже около 30 лет и диагноз всд был поставлен еще ее мамой доктор периодически она ко мне обращается за советами я и даю свое решение тех вопросов которые у нее возникают проверяются они через ее жизнь потому как она со своей всд правильно используя свой организм обошла с рюкзаком пол советского союза ведет достаточно активный и физический и интеллектуальный образ жизни к ней и сейчас обращаются за советом по ее вопросам в том числе я обращаюсь дает дельные рекомендации только несколько лет назад после не самого простой вирусной инфекции у нее артериальное давление поднялось и теперь она уже не гипотоник а скорее нормотоник с переходом к гипертонии но это состоялось всего несколько лет назад а сейчас этой девушки уже более 85 лет иными словами она практически всю свою жизнь около 80 лет проходила свой сд и живет счастлива нам кофе она пьет по праздникам и только разрешенную мной арабику и только с молоком иными словами она не кофеман она не любитель постоянно пить кофе потому как она понимает механизм действия на ее организм и правильно этим пользуется более того при все ее высокая работоспособность интенсивность работы у нее невысокая и про режим труда и обязательного отдыха она тоже знает и главное что это правильно использую благодаря этому она не живет такую достаточно активную жизнь если только давление 90 на 60 это примерно 75 процентов от 120 на 80 или 110 на 70 иными словами если вы понимаете что ваш гипоталамус рекомендует вам именно такую скорость движения примерно 75 процентов от оптимальной и вы эту скорость движения поддерживаете то вы живете со своей везде долго и счастливо периодически употребляя кофе правильно если же у вас есть темные круги под глазами то это говорит о том что не просто у вас снижена сократительная способность мышцы сердца но у вас есть повышенное венозное давление иными словами венозный застой из-за которого не могут клетки получить нужный им кислород воду и примерно 500 разных питательных веществ иными словами если у вас есть темные круги под глазами и вы пытаетесь пить кофе то кофе вам можно пить но только в том количестве который не повышает уровень артериального давления иными словами этот вкусный ароматный напиток вы употребляете но давление при этом не должно повышаться и частота пульса не должна повышаться желательно употреблять кофе в состоянии покоя не перед физической активностью либо интеллектуальной активностью не в этом цель да вы употребили этот ну достаточно полноценный продукт питания в котором находится 300 из 500 необходимых вам питательных веществ там есть и белки там есть и жиры там есть и углеводы и другие биологически активные вещества иными словами при наличии темных кругов под глазами кофе выпить можете безусловно это только арабика ни в коем случае не рабуста потому как она во первых менее ароматная менее вкусная но в пять раз больше кофеина если же у вас другая другой вариант везде иными словами есть холодные кисти руки холодные стопы ног то есть произошла централизация кровообращения вот в этом случае я бы вам даже в состоянии покоя не советовал пить кофе разве что через обонятельные рецепторы воспринимать этот аромат не напиток в этом случае не просто в sd у вас централизация кровообращения иными словами слишком слабо по разным причинам работает сердечная мышца потому как вязкость крови она меняется в достаточно широком диапазоне каждый всдшник знает что бывает когда кисти и стопы лодные бывает когда они теплые есть только темные круги под глазами и выраженность темных кругов под глазами тоже может быть разные и в соответствии с этими признаками вы принимаете решение нужно вам пить кофе или не нужно но свои рекомендации я вам дам и если вы будете их использовать регулярно то вы будете жить и лучше и дольше а пример долгожительства при всд и достаточно высоком уровне физической интеллектуальной активности в возрасте 85 плюс я вам да вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов с вами крепкого вам здоровья и самое главное разумного к нему отношения а вы если у вас возникнет такое желание не забудьте поставить лайк на это видео можете поделиться со своими друзьями знакомыми родственниками потому как всд это предупреждение это не приговор это напоминание в каких условиях ваш организм может работать и лучше и дольше до новых встреч на моих каналах доктора скачко школа доктора скачко на youtube а также есть некоторая часть информации на моем канале школа доктора скачко в инстаграм в инстаграм